Все проблемы мы знаем. Что такое русал, как он объясняет, что такое кочегарки, будем говорить, городские. На сегодняшний день все известно, какие кочегарки, какие выбросы делают. Зависит же, каким топливом мы топим, эту котельную. На сегодняшний день при тарифах на электроэнергию, которая 6 рублей достигает за киловатт в час, все переходят, естественно, на Назаровский уголь. А Назаровский уголь 70% вылетает в трубу. Вот в данном моменте я вам не сразу предоставил запрос депутатский по курорту нашей главной котельной. Они топятся на Заварский уголь. Спрашивают, почему, на основании чего. А потому что денег не хватает, берут наименьшую стоимость угля, который там по калориям вообще ни в какие рамки не ходит. Назаровский уголь, 6 ветер засыпаешь, 5 ветер убиваешь зал. То есть вот от этого все и зависит. Нет денег у этих малых котельных, чтобы приобрести нормальное, хорошее топливо. А с комбинатом, я думаю, если у вас экспертиза такая, в комбинате такая экспертиза, она садится за круглый стол и разбирается, где правда. Правда на комбинате, правда у вас. Вот эти моменты, и естественно, надо переходить, закрывать все эти малые котельные, а переходить на геноземный комбинат. Там позволяет мучительно отапливать и убирать котельные с города, с черты города. Спасибо, Владимир Николаевич. Очень неожиданно письмо получить. Мы по приезду зарегистрировали обязательно его. Я и в прокуратуру написал, только за то сделаем. Хорошо. То, о чем вы говорите, не используют Назаровский уголь, давайте не используем. Давайте тогда либо топливные абрикеты, либо абрикеты, либо бездымный уголь. Но вы сами определяете. Мы определились, газ нам надо. Дальше как? Ну вы же прекрасно понимаете, что газ ни мы, ни вы не сделаем. Давайте будем честными перед жителями. Экологию нужно улучшать сегодня, а не через 20 лет. Александр Александрович, вы как-то так эту тему построили, что мы здесь все против, а вы приехали здесь управлены. Правда, марку. Нет, конечно. Мы здесь всю жизнь дышим этим воздухом и всегда воюем за чистоту нашего воздуха в городе Ачинске. И работаем. Вы зря говорите, что нет мероприятий. Есть мероприятия. Сегодня администрация только приступила еще к своим обязанностям. До этого были. Есть планы. У нас вообще есть вот такая гора планов. И что? Другое дело, что да, надо создать необходимо количество финансированных. Я согласен вполне, сколько не по остаточной стоимости должно это финансироваться, а должно в бюджет края заложено. Город Ачинск 200 миллионов, город Краснояр 70 миллионов. Кто бы считает. Кто бы считает. Так вот, я вот к этому, вы сейчас и делали, и ведете, чтобы вы создали. Вот другое дело. А то, что мы не работаем, это неправильно. А вообще никто не сказал о том, что не работаем. Продолжение следует.